6 декабря в Государственной Думе Российской Федерации состояло заседание Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству под руководством депутата Государственной Думы, члена фракции «Справедливая Россия» Галины Хованской. В ходе заседания обсуждались законопроекты, рассматриваемые в первом и втором чтениях. Были рассмотрены проекты федеральных законов. В частности, обсуждался рассматриваемый в первом чтении проект федерального закона о внесении изменений в статью 59 ЖК РФ о предоставлении освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире, внесенной депутатами Государственной Думы фракции «Справедливая Россия». Дело в том, что когда принимался жилищный кодекс, к сожалению, по предложению одного из депутатов, фамилию я его даже могу назвать, сейчас уже не депутат Шелеша, с учетом питерской специфики, не прошла поправка, хотя она была поддержана многими депутатами, о возможности выкупа комнаты. Даже если на метр ваша площадь, приходящаяся на комнату в коммунальной квартире, превышает норму предоставления, разрешите выкупить все-таки эту комнату и ликвидировать коммунальное заселение квартиры. Учитывая, что выкуп у нас идет теперь только и исключительно по рыночной стоимости комнаты, эта возможность никому не мешала. То есть деньги поступали в бюджет и могли расходоваться на те же субсидии очередникам, имеющим право на предоставление субсидий на приобретение жилья, ну и так далее. У нас имелись замечания правительства на этот счет, но мы их даже усилили, скажем так, в нашем заключении, потому что правительство, ну как бы было сказано, что у нас не учтено преимущественное право тех, у кого больше метров. А мы считаем, что все-таки при принятии решения нужно учитывать не только количество метров, на которые превышена норма предоставления, но учитывать право на дополнительную площадь по состоянию здоровья проживающих в коммунальной квартире граждан, что особенно чувствительно для таких квартир, для квартир коммунального заселения. Это первое. И второе. Необходимо все-таки учитывать время проживания, потому что мог приехать человек вчера, купить эту комнату, которая на один метр там, по сравнению с другим соседом, который всю жизнь прожил в этой коммуналке, коренной житель города, или там в какой-то даже квартире, может быть, он всю жизнь живет и ждет, не дождется, когда все-таки квартира станет отдельной. Значит, вот эти моменты, мне кажется, что надо учесть ко второму учтению, то есть усилить замечания правительства, уточнить эти замечания двумя такими позициями.